и снова добрый вечер дорогие друзья с вами впрочем как всегда алкабард мы конечно же будем что-то пить но так как сей напиток уже был на канале это кальвадос ремарк пинский люблю его откровенно по крайней мере раньше любил то это означает что будет болтовняшка соответственно будут ответы на вопросы вот так часто задаваемые поэтому мы вскрываем наверное да кстати могу сказать ура наступило лето а лето означает что 1 июня означает не только календарное лето а еще и то что у меня годовщина свадьбы и по совместительству день рождения тещи вот так вот совместили получилось поэтому бахнем за это дело чуть-чуть горлышко промочить и начнем он да он он чуть-чуть горьковатый но ремарк все-таки для меня наверное язык кальвадосов лучше открываем мой списочек и начинаем наверное начнем сразу а куда же делись стрим ну во первых я нигде не обещал что они будут выходить вас пугающей периодичностью как бы договоров не подписывал но тут есть такое дело когда шла еще зима весна то стримы шли себе и шли по субботу сейчас наступила пора когда у меня вторая стройка и тут такое дело что мне надо в общем-то каждый день все-таки быть за рулем а день после стрима он обычно безрульный стандартно получается поэтому в общем-то было решено пока стримы временно остановить говорится не до того сейчас реально каждый день надо ездить и так если я выпью на запись 200 250 то простите с утром ненормальный человек и хотя бы там в 10 часов за рулю 6 то точно по нулям причем вдохнуть в трубку обычно показывает уже и 80 что нормально но я всегда добавляю там часик полтора поэтому до стрима пока временно отменились может вернуться но честно пока не знаю потому что где-то скоро приедет материал на второй дом за это и выпьем чтобы стримы когда-нибудь вернулись ну и собственно вот так следующий на этот вопрос я отвечал несчетное количество раз но все равно его обсуждают комментариях периодически куда же девается недопитая я уже рассказывал что у меня есть специальные пластиковые посудины на которых написано отрава и туда и сливаю то что я больше пить не хочу остальное же остается и знаете я только сейчас понял уже внесвежим за последние три года что как много может дать даже не бутылка кому-то а даже пол бутылки это очень неплохая валюта если честно достать можно многое если не все поэтому частично до частично жидкости уходят в кому-нибудь так сказать на взятку вот поэтому опять же за это тоже бахнет за то чтобы спиртосодержащие жидкости у вас водились вне зависимости от того пьете вы не пьете мало ли пригодится поверьте вот третий вопрос периодически возникает формулировки типа вот ты сдай анализы и всем покажи ну показывать всем естественно не собираюсь но дело в том что анализы мы с женой сдавали недели полторы назад и с этим был смешной случай то есть общая идея какая она меня все-таки уговорил она ехала сдавать что-то свое там на кровь и бы поехали сдашь печеночные ферменты очередной раз я говорю я поеду своем рабочем состоянии то есть это 0506 трезвости на выдохе она естественно на меня наезжает типа надо трезвым сдавать а госхренали ты за рулем все хорошо я сдам своих там 0506 то есть в стандартном моем рабочем состоянии ну мы в итоге все-таки я и уговорил приехали в барановичах сдавали я естественно такой чем подбуханный с утра сдал жене анализы пришли через два дня а мне не приходит ну и мне естественно клюют мозги на тему того что все капец там твои анализы увидели короче ты уже труп давно ходячий и в общем все у тебя капец там всему лт ст будут зашкаливать или наоборот в ноль упадут ну и так далее и тому подобное в итоге выяснилось все просто то есть жене пришли на почту а я почту не оставлял ток телефона мы нашли эти листики которые из лаборатории там qr-код мы поэтому здрасте мы поэтому qr-коду я точнее скачиваю свои анализы общая идея в том что мне можно хоть в космос но в космос мне нельзя потому что пьяных в космос не берут собака зачем-то мне носом сучара тыснула в телефон и все вот это вот выключила у меня что-то вопросы были вот они да поэтому с анализами вообще вопросов никаких показала естественно с учетом того что в состоянии 06 с утра был дунул ровненько перед тем как идти на анализом показала чуть-чуть превышение холестерина и чуть-чуть тромба чё-то там вот этого вот ну с утра тос буду на но и должно быть все печеночные белки и все естественно в нормальном состоянии поэтому я и говорю ребята надо давать организму трезветь самое страшное что с вами может случиться это запой то есть как бы неконтролируемое здесь неправильное слово то есть может быть вами и контролируемый но а похмел и постоянное поддержание организма в пьяном состоянии вот тогда он поломается за то чтобы он не ломался о следующем участил из петросянство на канале появились вот эти кадры которые пишут все спился раньше-то хоть закусывал а сейчас жрет прям на глухо вот так себя простите когда я закусывал то что у меня раз в полгода яблочко или лученко появится как от чисто для прикола еще раз говорю жрать на камеру не люблю не могу и не буду это вообще не мою абсолютно совершенно поэтому поверьте уж когда когда надо я ем а когда не надо не ем тут все очень просто но петросянам конечно привет на одной из видяшек сужены нас месяц назад сказал вот это вот что мне афганский казан но мне заказаны не платят этот от этом короче поэтому я вам его не покажу ну прикол был прикол бы в комментариях пошло так это же чистосердечное признание это значит платит кто-то другой не ну как вы могли подумать вы что только за свой счет исключительно просто пытаюсь спится вам на счастье на конечно платить все платят и все нормально все кому надо платить кому не надо я с ними не работаю да и все я по-моему этого вообще никогда не скрывал как бы я по моему единственный который открыто говорит что почем у меня все написано на сайте потому что как бы налоги оплачу мне бояться нечего вот и все на тогда платят конечно платят все нет не все но большинство подавляющие поэтому за то чтобы вы нашли любимую работу поехал о это тоже часто начала появляться алкобард поймал звезду да даже не одну ведь у меня звезды чихот на погоны вешать конечно пойму во первых как бы именно я тот с кем законсультируются заводы на тему выпуска продукции во вторых я все-таки как бы на первом международном алкогольном форуме благодаря мне он стал международным в уфе именно я был модератором одной из секций и у меня в секции выступали как бы довольно значимые в алкогольной сфере люди да именно меня почему-то снимала в уфе ирбака вот уж не знаю зачем да именно меня звали на ренд тв несколько раз но один раз я сходил видяшка им не понравилось я туда больше не пошел ну как бы я имею право поймать звезду ну уж не сочтите за наглость я как бы скромностью не страдаю да я звезду поймал и я буду держать эту звезду пока удерживал о следующий вопрос интересный периодически опять же в комментариях возникает обзоры надо на пиво на вино ну во первых я абсолютно невинный блогер я вино не пью то есть я вообще считаю вино величайшим на любилом человечество сильно распиаренным да вроде бы алкогольным напитком но ни хрена хорошего в нем я не вижу это раз с пивом ситуация немножко друга когда мне было лет 25 а пиво кстати начал пить очень поздно где-то вот как раз лет 25 мне на тот момент надо было короче что-то надо было с человеком поездить его куда-то свозить а ему на тот момент было 42 43 и мы что-то разговариваем про бухо не он говорит пива не вообще нет после 40 вообще никто из знакомых даже пиво не пьет я тогда так удивился думаю да ладно блин ну пиво это что классно пивасика там еще чет а сейчас я понимаю на хрен пиво нужно ну пиво это там разгонная на стриме все и не более того то есть просто так чтобы пить пиво нет зачем от пива хреново от него потом глазки опухшие башка болит там все вот это вот не хочу если смысл то есть пиво это напиток молодежь и у меня вот сейчас я кстати задумался и я понял что реально у меня из знакомых за 40 никто пиво не пьет все уже давно перешли на крепкая причем крепкая ну хотя бы 30 градусов ну самый умный конечно перешли на водку поэтому здоровые довольны и ну а дальше кто куда поэтому пиво и вино это абсолютно не то что я хочу видеть себя на канале конечно периодически иногда чет появляется извин но многие знаю что я с радостью могу пить портвейные хересы и трешачки белорусские да но с умным видом сидеть и рассказывать что вино с какого-то склона какой-то горы какой-то там чего-то увы отстаньте от меня пожалуйста это вообще не мое это к профильным винным я знаю несколько винных дегустаторов действительно профессионалов в своем деле которых кстати а за не особо не известны широкой публике и знаю много винных типа профессионалов которые нихрена в этом деле не соображает я в вино не суюсь все мое дело крепко особенно меня конечно смешат варианты когда типа видяшка на столе там 7 8 10 бутылок вина и с умным видом вычленить из них хорошие так заключительно спада будем потихоньку заканчивать когда уже на пенсию хороший вопрос мне его периодически жена задает но тут дело в том что при такой работе пенсии у меня по факту не будет эта работа пожизненно тут реально это пожизненное но есть и плюсы потому что я сейчас параллельно кое-что все-таки хочу нормально открыть чтобы оно было официально и хорошо и естественно связано с алкогольной тематикой понятное дело и естественно youtube будет вы будете первыми кто об этом узнать потому что сам себя прорекламировать ну если сам себя не похвалишь никто не похвалит но когда это случится пока не знаю потому что я этим не плотно занимаюсь последних недели две-три пытаюсь примерно посчитать а надо ли она мне а во что она мне выйдет а на хрена но мне все надо ну кстати опять же я же как правильный подкаблучник я слушаю жену которая говорит а давай чуть параллельно откроем у нас было три четыре варианта один был вариант классный но это потребует диких вложений и скорее всего привлечения средств со стороны я не хочу с этим связываться вообще совсем это знаете как строить дом в кредит я вообще не понимаю тех людей которые строят дома в кредит в несколько таких домов 80 процентов стоят пустыми недостроены потому что деньги кончились а кредит еще и отдавать надо не только занал ну или в крайнем случае за легкий безнал все и не более того и да где-то скоро что-то планирую планирую я думаю что уже летом не знаю в каком месяце этим летом господа уже лето да над годовщину свадьбы отметить а потом еще жены день рождения ну я что-нибудь все-таки сделаю и наверное самый простой из вариантов которые я продумывал вот он скорее всего заветный появится и еще раз говорю да вы будете наверное первыми кто об этом узнать за что ибо ну и пару слов о напитке ну надо же кальвадос ремарк пинске один из первых кальвадосов один из лучших кальвадосов может я просто пил не все поэтому говорю один из у него единственный недостаток это его такая легкая горечь буржуйские кальвадосы они наоборот сладковатые такие этой горечи нету здесь то ли яблочко червив который хрен поймешь но я считаю что это наверное белорусский такой вот колорит ну по-другому сказать не могу яблочком пахнет яблочком тут это вот солнце в бокале как я его называю из хрена ли я подсел в последнее время на кальвадосы я понять не могу наверное приходит старость потихонечку да потому что реально я их вообще-то никогда не любил я как-то к нему очень странно относился есть он не туда и хрен с ним понимать но сейчас или весна и начало лета ну чего начало тут полдня лет прошло может быть это влияет но кальвадосам отношусь вот к пинским откровенно хорошо и всегда говорю что они их делать умею поэтому за это бахло и вы теперь уже пополним заключительную которая будет питься за вас гранины за ваши лайки за ваш комментарий за ваш подписки за то что вы ждет следующих видео ходящих спугающие иногда не очень периодичностью за то чтобы все у нас у всех было хорошо за мою годовщину свадьбы очередную за начало лета за день рождения тысячи и всем пока